В СССР имя Зои Космодемьянской было символом борьбы с фашизмом, образцом воли и беспримерного героизма. Но в начале 1990-х годов в печати появились материалы, ставившие под сомнение подвиг юной партизанки. Попробуем разобраться, что было на самом деле. О подвиге Зои Космодемьянской страна узнала из очерка Таня, военного корреспондента Петра Лидова, опубликованного в газете «Правда» 27 января 1942 года. В нем рассказывалось о молодой девушке-партизанке, попавшей при выполнении боевого задания в немецкий плен, пережившей зверские издевательства фашистов и стойко принявшей от их рук смерть. Такой героический образ держался вплоть до конца перестройки. С распадом СССР в стране появилась тенденция к неспровержению прежних идеалов, не обошла она стороной и историю с подвигом Зои Космодемьянской. В увидевших свет новых материалах утверждалось, что страдавшая шизофренией Зоя самовольно и без разбора сжигала сельские дома, в том числе и те, где не было фашистов. В конечном итоге разгневанные местные жители схватили диверсантку и сдали ее немцам. По другой популярной версии под псевдонимом Таня скрывалась не Зоя Космодемьянская, а совершенно другой человек, Лиля Озалина. Факт пыток и казни девушки в этих публикациях под сомнение не ставился, однако делался акцент на том, что советская пропаганда искусственно создала образ мученицы, отделив его от реальных событий. В тревожные октябрьские дни 1941 года, когда москвичи готовились к уличным боям, Зоя Космодемьянская в числе других комсомольцев пошла записываться в создаваемые отряды для разведывательно-диверсионной работы в тылу врага. Сначала кандидатура хрупкой, перенесшей недавно острую форму менингита и страдавшей нервной болезнью, девушке была отвергнута, но благодаря своей настойчивости Зоя убедила военную комиссию принять ее в отряд. Как вспоминал один из членов разведывательно-диверсионной группы Клавдия Милородова, во время занятий в Кунцеве они три дня ходили в лес, ставили мины, взрывали деревья, учились снимать часовых, пользоваться картой. А уже в начале ноября Зоя с товарищами получила первое задание – заминировать дороги, с чем успешно справилась. Группа без потерь вернулась в часть. 17 ноября 1941 года военное командование издало приказ, в котором предписывалось лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом. Во исполнении этого приказа 18 ноября, по другой информации, 20 командиры диверсионных групп получили задание сжечь 10 занятых немцами деревень. На все отводилось от пяти до семи дней. В один из отрядов входила Зоя. Возле деревни Головково отряд наткнулся на засаду и в ходе перестрелки оказался рассеян. Часть бойцов погибла, часть попала в плен. Оставшиеся, в числе которых была Зоя, объединились в небольшую группу под командованием Бориса Крайнова. Следующей целью партизан была деревня Петрищева. Туда пошли трое Борис Крайнов, Зоя Космодемьянская и Василий Клубков. Зоя удалось поджечь три дома, в одном из которых был узел связи, но в условленное место встречи она так и не пришла. По разным данным Зоя отсидела в лесу один или два дня и вернулась в село, чтобы выполнить задание до конца. Этот факт и стал причиной появления версии о том, что Космодемьянская выполняла поджоги домов без приказа. Немцы к встрече с партизанкой были готовы, проинструктировали они и местных жителей. При попытке поджечь дом с Сверидова, хозяин оповестил квартировавшихся там немцев, и Зоя была схвачена. Избитую девушку отвели в дом семьи Кулик. Хозяйка Полина Кулик вспоминает, как к ней в дом, в котором находилось 25 немцев, привели партизанку с истекшими губами и вздутым лицом. Девушки развязали руки, и она вскоре уснула. На следующее утро между хозяйкой дома и Зоей состоялся небольшой диалог. На вопросы Кулик «Кто сжег дома?» Зоя ответила, что она. Со слов хозяйки, девушка поинтересовалась, были ли жертвы, на что-то ответила «нет». Немцы успели выбежать, а погибли только 20 лошадей. Судя из разговора, Зоя была удивлена, что в селе остались ещё жители, так как, по её словам, им нужно было давно уехать из деревни от немцев. Как сообщает Кулик, в 9 утра Зою Космодемьянскую пришли допрашивать. На допросе она не присутствовала, а в 10 часов 30 минут девушку повели на казнь. По дороге на виселицу местные жители несколько раз обвиняли Зою в поджоге домов, пытаясь её ударить палкой или облить помойми. По свидетельству очевидцев, смерть девушка приняла мужественно. Когда в январе 1942 года Пётр Лидов услышал от старика рассказ о девушке-москвичке, казненной немцами в Петрищеве, он немедленно отправился в уже оставленную немцами деревню, чтобы выяснить подробности трагедии. Лидов не успокоился, пока не переговорил со всеми жителями села. Но для опознания девушке нужна была фотография. В следующий раз он приехал уже с фотокорреспондентом «Правды» Сергеем Струниковым. Скрыв могилу, они сделали необходимые снимки. В те дни Лидов познакомился с партизаном, знавшим Зою. На показанном фотоснимке тот опознал девушку, отправлявшуюся на задание в Петрищево и называвшую себя Таней. С таким именем героиня и вошла в рассказ корреспондента. Загадка с именем Таня раскрылась позднее, когда мать Зои рассказала, что так звали любимую героиню дочери участницу гражданской войны Татьяну Саламаху. Но окончательно подтвердить личность девушки, казненной в Петрищеве, смогла только в начале февраля 1942 года специальная комиссия. В опознании кроме жителей села участвовали одноклассник и учительница Зои Космодемьянской. 10 февраля матери и брату Зои были показаны снимки погибшей девушки «Да, это Зоя», ответили оба, хотя и не очень уверенно. Чтобы снять окончательные сомнения, мать, брата и подругу Зои Клавдию Милородову попросили приехать в Петрищево. Все они без колебаний опознали в убитой девушке Зою. В последние годы стала популярна версия о том, что Зою Космодемьянскую фашистам выдал ее товарищ Василий Клубков. В начале 1942 года Клубков вернулся в свою часть и сообщил, что был взят немцами в плен, но затем сбежал. Однако во время допросов он давал уже другие показания, в частности, что был схвачен в плен вместе с Зоей, выдал ее немцам, а сам согласился с ними сотрудничать. Следует отметить, что показания Клубкова были очень путаны и противоречивы. Историк М. М. Горинов предположил, что Клубкова заставили себя оговорить следователи либо из карьерных соображений, либо в пропагандистских целях. Так или иначе, эта версия не получила каких-либо подтверждений. Когда в начале 1990-х годов появилась информация, что казненная в деревне Петрищева девушка на самом деле Лилия Озалина, по просьбе руководства Центрального архива ВЛКСМ во Всероссийском Нее судебных экспертиз была проведена судебно-портретная экспертиза по фотографиям Зои Космодемьянской, Лилии Озалиной и снимкам девушки, казненной в Петрищеве, которые нашли у пленного немца. Вывод комиссии был однозначным, на немецких фотографиях запечатлена Зоя Космодемьянская. М. М. Горинов так писал по поводу публикаций, разоблачавших подвиг Космодемьянской, в них отразились некоторые факты биографии Зои Космодемьянской, замолчевавшиеся в советское время, но отразились, как в кривом зеркале, в чудовищно искаженном виде. Зои Космодемьянской. Зои Космодемьянская, М. Продолжение следует...